Это кульминация трехлетнего расследования Генеральной прокуратуры Нью-Йорка активов бывшего президента Соединенных Штатов. Дональда Трампа, троих его детей и двух руководителей компании Trump Organization обвиняют в многочисленных актах мошенничества. Более 200 случаев за 10 лет. Дональд Трамп преувеличил размеры своего собственного капитала на миллиарды долларов, чтобы несправедливо обогатиться и обмануть систему, тем самым обманув всех нас. Трамп завышал стоимость своих активов для получения займов на выгодных условиях и занижал ее ради снижения налогов, считает генпрокурор. Систематическая фальсификация балансов организации Трампа с 2011 по 2021 год добавила на счета компании свыше 250 незаконных миллионов долларов. Генпрокуратура теперь пытается заставить Трампа и всех причастных выплатить суммы, полученных нелегальным путем прибыли. Наряду с финансовым штрафом 280-страничный иск предполагает и другие серьезные санкции, включая пятилетний запрет на совершение любых сделок с недвижимостью или получение кредитов в Нью-Йорке, а также запрет Трампу и его детям занимать ответственные должности в любых нью-йоркских компаниях. Потому что никто, никто не может быть выше закона. Иск носит гражданский характер, но генпрокурор ясно дала понять. По ее мнению, Трамп и его сообвиняемые нарушили законы штата и федеральные законы. Она передала свои выводы федеральным прокурорам и сказала, что также отправит их в окружную прокуратуру Манхэттена. Независимо от этого дела, окружная прокуратура Манхэттена продолжает уголовное налоговое расследование против Трамп Организэйшн. Ранее оно привело к сделке о признании вины его бывшего финансового директора Алана Вайсельберга. Да, будет много споров, будет много судебных тяжб. Это будет борьба с переменным успехом. Все это происходит постоянно. Но, знаете, придет конец распрям, и в конце концов судья скажет, хорошо, на следующей неделе вы выбираете присяжных, и мы начнем само судебное разбирательство. Команда юристов Трампа отрицает все обвинения и на разных этапах пыталась бороться с Генеральной прокуратурой Нью-Йорка в судах из-за повесток, из-за показаний и вообще пыталась помешать расследованию. Как мы все знаем, Трамп-старший очень склонен к сутяжничеству. И эта стратегия сработала для него во многих ситуациях. Не в последнюю очередь из-за того, что она действительно позволяет ему идти напролом по многим вопросам. И он был очень эффективен в том, чтобы откладывать окончательные результаты своих судебных баталий на годы. В августе Трамп удавал шестичасовые показания под присягой в офисе генпрокурора, в ходе которых почти 450 раз ссылался на пятую поправку Конституции США, не свидетельствовать против самого себя. Впрочем, генеральный прокурор с обвинениями пока вполне справляется сама. Утверждать, что у вас есть деньги, которых у вас нет, это не искусство заключать сделки, это искусство воровать. И не может быть разных правил для разных людей в этой стране или в этом штате. И бывшие президенты ничем не отличаются. Искусство воровать этой фразой Летице Джеймс обыграло самого Дональда Трампа. Его давняя книга «Искусство заключать сделки» в свете новых обвинений Генеральной прокуратуры Нью-Йорка и судебных тяжб заиграла иными красками. В ответ проходящие по делу Трампы через различные сообщения в социальных сетях обвинили Джеймс в политической охоте на ведьм. А сам экс-президент США припечатал, что Летице Джеймс – настоящая катастрофа в борьбе с преступностью в Нью-Йорке. И по давней своей привычке придумал обидные прозвища – Пикабу. В русской аналогии – Ку-ку. Нина Вишнева, Александр Барыш. Настоящее время Америка. Нью-Йорк.